Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 19 стих 37 главы книги Бытия. Итак, братья Иосифа видят своего брата, идущего издалека, и говорят друг другу «Вот идет сновидец». Нам будет очень интересно узнать, что означают сны в жизни Иосифа и в жизни вообще верующего человека. В еврейском языке слово «сон», точно так же, как и в русском языке, имеет несколько значений. Во-первых, это прежде всего некие образы, которые каждый из нас видит во время сна. Это может быть озарение, это может быть ночное видение. И это же слово имеет и переносные значения, некие грезы, мечты, сокровенные желания, надежды. Может быть, самые сокровенные надежды, о которых мы и не подозреваем. Слово, которое употребляют здесь братья, по-еврейски «балахаламот». И действительно, это слово может означать человека, который видит сны, сновидец. Это может быть мечтатель, человек наивный, и даже в таком пренебрежительном значении человек, у которого бывают галлюцинации и какие-то болезненные фантазии. Но здесь есть словечко «бал», и оно означает «господин», «господин снов». Что это означает применительно к Иосифу? То, что он не просто видит сны, а он их еще и понимает. И поэтому в его жизни сны играют особую роль. Конечно, к снам в древности относились не так, как относимся сегодня мы. С недавнего времени, буквально с открытия Зигмунда Фрейда, мы считаем, что сны – это дело нашей внутренней жизни, это продукт нашего подсознания или бессознательного. Академик Сеченов говорит о том, что сновидение – это небывалые комбинации, бывалых впечатлений. Но на протяжении тысячелетий люди всегда знали, что сны приходят извне. Сны приходят от Бога или от боков, или из мира духов, и поэтому сны могут быть вещами. В действительности каждый из нас несколько раз во время одной ночи видит сны, потому что каждый раз, когда мы пробуждаемся, мы видим сон. Сон всегда момент пробуждения. И поскольку врачи говорят, что мы пробуждаемся в среднем шесть раз за ночь, представьте себе, сколько у нас сновидений, но мы их, конечно, не помним. И даже те, которые мы помним, не все являются вещами. Очень часто сны бывают пустыми, ни о чем, просто как некий процесс какого-то исцеления или освобождения, который происходит независимо от нас. Но бывают и вещи, и сны, и поэтому для таких снов очень важен толкователь. И в библейской традиции роль толкователя снов всегда очень важна. Потому что в зависимости от того, как третье лицо истолкует твой сон, он исполнится в твоей судьбе. Поэтому эта вещь очень важная. Это было целое искусство в Древнем Востоке, и множество глиняных табличек, которые археологи сегодня находят в Месопотамии, папирусы, которые находят в Египте, посвящены этому искусству. Люди, которые владели этим искусством, которые имели особый дар, либо особое знание, они пользовались особой властью в своем обществе. Поэтому эта вещь совершенно не нейтральная и имела совершенно другое значение, чем то, которому с недавнего времени привыкли мы, современные люди. Итак, применительно к Иосифу. Что значит «сновидиться»? В начале 37 главы мы видим, что в семье Иакова не все в порядке. Между братьями и Иосифом очень натянуты отношения. И в 5 стихе Иосиф рассказывает сон, который ему приснился. И мы видим, что он по наивности рассказывает братьям. Ему 17 лет, он юноша. И, конечно, он чистолюбивый юноша, он избалован, он любимец своего отца. И мы можем понять реакцию старших братьев, которые реагируют очень враждебно. Они его еще больше начинают ненавидеть из-за его сны, из-за его слова. И в этом они совершенно единодушны в своей ненависти к Иосифу. Через несколько стихов Иосиф опять видит сны. И их смысл здесь совершенно ясен братьям. Он не требует никаких истолкований. Ясно, что у Иосифа есть какая-то предрасположенность к тому, что он будет господствовать. В семье и так уже сложные отношения. И эти сны приведут к трагическим событиям. Когда Иаков слышит сны Иосифа, он, как отец семейства, должен тоже отреагировать, учитывая реакцию других сыновей. Но в одиннадцатом стихе сказано, братья завидовали, ревновали, враждовали против Иосифа. Но отец запомнил этот случай. Нечто он сохранил в своем сердце. И вот здесь есть очень тонкая деталь и намек на то, что между Иаковом и Иосифом есть какие-то особые отношения. Мы знаем, что Иаков любит Иосифа, потому что он сын любимой жены Рахили, пока единственный сын. Он ему купил красивые одежды и так далее. Но между ними есть тоже какое-то внутреннее сокровенное родство душ. Дело в том, что Иаков тоже в молодости видел сны. И это были вещи сны. В 28 главе рассказывается о том, как Иаков во сне видит лествицу, соединяющую небо и землю. По этой лествице спускаются, поднимаются ангелы. И тем самым не требуется никаких толкований для того, чтобы понять, что это место – врата небес. Бог открывает себя Иакову через сновидение. Бог не каждому открывает себя через сновидение, но тем, кто способен это вместить и исполнить. И, конечно, Иаков не забыл этот сон. И в этот момент, может быть, Иаков получает подтверждение. Он любит Иосифа не без причин. Дело не просто в душевной привязанности. У них есть какая-то внутренняя духовная общность и родство, которое отличает Иосифа от всех остальных братьев. Он получает откровение от Бога. Иосиф видит два сна. И это отдельный разговор, что вот в второй части Библии персонажи, которые видят сновидения, всегда видят парные сновидения. На Востоке говорят, если ты хочешь сказать что-то очень важное, скажи это дважды. И поэтому, если какой-то сон повторяется, то речь идет о чем-то серьезном, и нужно на это обратить внимание. Поэтому здесь Иосиф видит два сна. Сначала снопы в поле, и здесь все совершенно очевидно, не нужно толковать. Затем он видит 11 звезд в небе, он видит солнце и луну. И Иаков дает толкование этому сну. Иаков понимает, что здесь, помимо братьев, еще присутствуют и родители. Иаков выступает как толкователь этого сна. И обычно эти сны Иосифа привыкли интерпретировать как некий образ власти. Иосиф будет господствовать. Но дело не исчерпывается только стремлением к власти и господству. Есть проблема. Братья буквально не могут разговаривать с Иосифом, они не общаются с ним. Но если бы было это общение, то эти сны были бы восприняты иначе. Потому что когда Бог кого-то избирает, Он всегда избирает не для того, чтобы играть на чье-то чистолюбие. Он всегда избирает ради других. Поэтому избранничество Иосифа означает избранничество всех сыновей Иакова и продолжение их потомства. И вот когда братья видят издалека Иосифа, они составляют заговор, они решают любой ценой избавиться от брата, потому что брат для них буквально становится невыносимым. И главный мотив этого убийства являются сны, которые он видит. И если им бы удалось довести до конца их замысел, то было бы убийство. Но они его бросают в колодец, а потом отдают купцам, и Иосиф оказывается рабом в Египте. И здесь мы можем еще глубже понять скорбь отца. Он не просто лишился единственного сына, он как будто потерял часть самого себя. Иосиф очень близок к ему. Между ними есть родство, о котором мы с вами только что сказали. Итак, следующий эпизод драмы. Иосиф оказывается в Египте. Конечно, он избалованный ребенок, и мы можем себе представить, как нелегко оказаться в чужой стране, в положении рабства. Но мы видим, что с ним происходят какие-то необычные вещи. Он пользуется необъяснимым доверием Патифара. Ему все удается. И тоже возникает вопрос, а Иосиф помнит свои сны? И что ему говорят эти сны? Можно предположить, что именно память об этих сновидениях, как неком пророчестве, откровении, помогает превозмогать все обстоятельства жизни, обстоятельства рабства, разлуку с семьей, изгнание в чужой земле. Потому что ты понимаешь, что история будет иметь продолжение. Это не конец. Потому что во сне ты видел нечто другое, как весть, добрую весть от Бога. И это помогает перенести тяготы жизни. Жена Патифара попытается соблазнить Иосифа. Тот окажется в тюрьме. И как будто он снова оказался в колодце. Опять дежавю. И в тюрьме тоже все складывается прекрасно, потому что какая-то сила ему благоволит. За ним стоит кто-то, кто ему помогает. И в один прекрасный момент рядом с ним оказываются два царедворца. Один из них Виночерпий, царя, а другой Хлебодар, пекарь царя. И каждый из них видит сны. Интересно, что в этих снах, которые тоже парные сны, каждый из них видит ключ к судьбе другого человека, к своего напарника. В каждом сне содержится ключ к толкованию того сна, который видит твой собрат. Но поскольку они между собой не общаются, они не могут дать друг другу правильное толкование. И они обращаются за помощью к Иосифу. Иосиф произносит интересные слова. Он говорит, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Что эти слова означают, мы можем лишь догадываться. Вероятно, Иосиф понимает, что у него есть какая-то особая мудрость. У него есть доступ к Богу, который поможет ему открыть сокровенный смысл этих сновидений, есть и действительно эта весть от Бога. И известна судьба этих людей. Но Иосиф проводит еще два года в тюрьме до того момента, когда наступает черед фараону видеть сны. И фараон тоже видит парный сон. Он видит два эпизода, которые взаимо объясняют друг друга. Фараон видит семь тощих коров, которые пожирают семь тучных коров. Представьте себе это чудовищное зрелище, этот кошмар. Затем он видит семь наливных колосьев, которые поглощены семью истощенными и сохшими колосьями. Фараон созывает всех гадателей, всех мудрецов Египта, и никто не может предложить какое-то приемлемое толкование этого сна. И в этот момент появляется на сцене Иосиф. Только он дает то толкование, которое фараон принимает как достоверное и назначает Иосифа своей правой рукой. Он доверяет ему все богатства Египта, особенно резервный фонд, как бы мы сегодня могли сказать, фонд национального благосостояния. Помимо того, что Иосиф видит в этом сне некое божественное пророчество, этот сон ему помогает принять какое-то очень важное хозяйственное решение. Таким образом, что наступит момент, когда голод заставит его братьев прийти к нему в Египет для того, чтобы купить зерна. В действительности Господь ведет судьбу Иосифа через сновидение, через перипетии судьбы. Наступает эпоха, когда Бог уже не является так откровенно видимым образом, как Он являлся Аврааму в виде трех спутников, как Он являлся Иакову. Он действует прикровенно через события судьбы, через сновидения. И, наконец, история приходит к той желанной развязке, когда братья обретают друг друга, когда восстанавливается между ними братская любовь. Это то, чем должна закончиться книга Бытия, как некий ответ на ту волну насилия, с которой эта книга начинается. И в этом смысле книга Бытия представляет собой уникальную книгу. Здесь, по меньшей мере, восемь человек видят сны. Первый из них, вероятно, Адам, если можно так сказать, потому что он погружен в сон. Но даже если он не видит снов, то все равно он сновидец, он погружен в пророческий, литургический сон, тардыма, в такое небытие. По-настоящему первым сновидцем является Авимелех, которому Бог ясно дает понять через сновидение, что если он оставит в заложнице к Сарру, то его ждет неминуемая смерть. Господь действительно буквально приходит во сне к Авимелеху, навещает его, сообщает ему весть. Авраам впадает в сон в тот момент, когда Бог заключает завет. И он как будто сквозь сон видит огонь, который проходит между принесенными жертвоприношениями в момент заключения завета. Иаков великий сновидец, он видит не только лествицу, но и тоже, оказавшись в доме Лавана, он видит овец и то, что нужно ему предпринять для того, чтобы освободиться поскорее от рабства. Лаван тоже видит сны. И на этом, пожалуй, заканчивается. Потом, на протяжении всего Ветхого Завета, мы не будем видеть людей, которые видят вещи сны. Единственным исключением будет пророк Даниил, который тоже окажется в чужой стране и даст правильное истолкование сну приснившемуся монарху. А в целом к снам будет другое отношение. Пророк Захария скажет о том, что сны говорят ложь, они прельщают. Почему? Потому что в тот момент, когда Господь открывает себя Моисею на горе Синаи, лицом к лицу, когда дано Слово Божие, дано Писание, то не требуется Богу прибегать к сновидениям. Бог напрямую сообщает свою волю народу, и тем самым откровение как бы упраздняет сны. Но, возвращаясь к нам, возвращаясь в наше время, потому что каждый из нас видит сны, и как к этому нужно относиться, и чему нас учит история Иосифа. Конечно, большинство сновидений, которые мы видим, не имеет смысла о них, не имеет смысла задумываться, искать толкование. Но все-таки иногда сквозь сны тоже Господь нам дает какую-то весть. Он в нас вселяет надежду, Он нам позволяет надеяться на лучшее, мечтать о лучшей участи для нас и для всех, кто нас окружает. И поэтому наши сны – это тоже возможность прийти в самого себя и, может быть, оторваться от окружающей реальности, которая нас иногда гипнотизирует своей ложью. Для того, чтобы услышать голос Бога, услышать голос самого себя. Самое главное – для того, чтобы Господь воспользовался вот этим моментом покоя, для того, чтобы сообщить нам свою волю и исполнить те сокровенные мечтания, наши самые истинные желания, которые мы носим в глубине самих себя, которые в действительности всегда в идеале совпадают с желаниями самого Бога. На портале «Экзегиатру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...